Для нас от того слова, небольшое поучение, питать душу словами Божьим, словом Божьим. Отсюда научимся и мы предпочитать всему слушание божественного учения, и никакого времени не будем считать для того неудобным. Хотя бы нужно было войти в чужой дом, хотя бы тебе, незнакомому, надлежало познакомиться со знатными людьми, хотя бы и несвоевременно, или в какое-либо то ни было время, никогда не будем упускать такого приобретения. Пища, вечери, бани и прочие житейские дела пусть имеют определенное для себя время. Изучение же горнего любомудрия не должно иметь никаких определенных часов. Ему должно принадлежать всякое время, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, вещевай со всяким долготерпением и назиданием. Второе послание к Тимофею, 4 глава. И пророк говорит, о законе его размышляю, размышляет он день и ночь, Псалом 1, 2. И Моисей повелел иудеям делать то во всякое время. Ныне все время мы проводим в пустом и взорном своесловии. Сходимся для того и на рассвете, и поутру, и в полдень, и вечер, даже назначаем для того особые места. А божественные догматы, слушая однажды или дважды в седмицу, мы тяготимся и устаем. То есть, правда, батюшка, долго сегодня будет служба или нет? Отчего? От того, что худо располагаем свою душу. Мы вовсе унисожаем в ней охоту и ревность к таким предметам. Поэтому у нас нет и стремления к духовной пище. Кроме других признаков болезни, сильно доказывает ее и то, когда не хочется ни есть, ни пить, а к тому и другому чувствуем отвращение. Когда человек болеет, говорит, что нет аппетита и прочее. Если же это, когда случается в теле, служит признаком тяжкого недуга и производит ослабление, то тем более, когда случается в душе. Как же нам укрепить ее, падшую и изнемогшую? Какими делами, какими словами? Обратимся к словам божественным, пророческим, апостольским и всем другим. Тогда мы узнаем, что гораздо лучше питаться этими словами, чем нечистыми снедями. Так надо назвать безвременное сходбище и разгогольствование. Сегодня не надо ходить никакие сходбище, там и зрелище, у каждого в доме есть. И не по одному театру, а бывает по два, по три театра. У мужа, вне, на кухне и в спальне, в зале, везде бывает так. Понимаете, даже сегодня, тогда в бане, в бане не такие, как у нас там баня были. В бане там мы собирались и разные беседы, там, как говорится, анекдоты рассказывали. То есть общение было такое, называется баня. Это когда такое понимание, что, говорят, встали из гробов, там, гроб, камни отвалили. Как это бывает? Там гробы не такие совсем, как у нас было. Там пещера хоронена. Многое что-то есть непонятное, поэтому нужно искать, как это нужно понять. Потому что непонятно, ничего в Слове Божьем не написано непонятного. Только для нас непонятно. Храни всех Господь вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...